Первый доклад посвящен кожным проявлениям при коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной SARS-CoV-2. Первые сведения о новой коронавирусной инфекции появились в декабре 2019 года, когда заболевание было диагностировано у населения Китайской Республики, город Ухань. В начале 2020 года ВОЗ определил название новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая сегодня используется во всем мире, а Международный комитет по таксономии назвал конкретного виновника этой проблемы SARS-CoV-2. 2. Коронавирусы, как известно, относятся к семейству РНК-содержащих вирусов коронавирида, которые могут инфицировать человека и некоторых животных. Новый вирус – это одноцепочный РНК-содержащий вирус семейства коронавирида линии β-CoV-β. Новый вирус включен во вторую группу патогенности наряду с другими вирусами этого семейства. Основным источником инфекции является больной человек, в том числе в периоде инкубации. Пути передачи также достаточно известны, хотя некоторые из них дискутируются. Это воздушно-капельный, воздушно-пылевой, контактный, фекально-оральный. Дискутируется вертикальный путь передачи. Основные факторы передачи – это воздух, пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные возбудителем. Входные ворота – эпителий верхних дыхательных путей, эпителиоциты желудка и кишечника. В начале инфицирования вирус повреждает клетки с рецепторами ангиотензин, превращающего фермента второго типа. Эти рецепторы имеются на клетках респираторного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, центральной нервной системы. Показано, что альвеолярные клетки второго типа легких являются первоочередными при проникновении данного возбудителя, что обуславливает развитие пневмонии. В настоящее время патогенетические механизмы коронавирусной инфекции, безусловно, продолжают уточняться и изучаться. Инкубационный период – до 14 суток. В среднем считается, что от 5 до 7, но опять же, это весьма изучаемое понятие. Типичные клинические симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Повышение температуры тела, сухой кашель с небольшим количеством мокроты, одышка, усталость, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. К возможным симптомам относятся боль в горле, ренит, снижение обоняния, вкуса, конвентивит, миалгия, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение. Как правило, эти признаки отмечаются в начале заболевания и в случаях без лихорадки. Одышка в случае прогрессирования процесса развивается на 6-8 сутки от начала заражения. Клиническими вариантами и проявлениями COVID-19 сегодня являются острые респираторные вирусные инфекции, пневмонии без дыхательной недостаточности, пневмонии с острой дыхательной недостаточностью, острый респираторный дистресс-синдром, септические состояния, гипоксимия, безусловно, развивается более чем у 30% пациентов. На сегодняшний день объявлена, как известно, пандемия с 11 марта 2020 года. В клинической симптоматике COVID-19 появляются новые симптомы полиорганного поражения, которые находят свое отражение на коже и слизистых оболочках. Сегодня достаточно широко изучаются механизмы развития вирусных экзантем. В первую очередь рассматривается роль капилляров, стаза крови, что приводит к некрозу эпидермиса и более глубоких слоев кожи, к дистрофическим изменениям клеток, к формированию воспалительного процесса. В своем сообщении я решил обобщить результаты научных публикаций достаточно трех монументальных трудов. Это исследование профессора Потекаева из России, исследование широко известное испанских дерматовенерологов, Ну и также международная группа по изучению COVID-19 под руководством доктора Волин. Первое описание поражения кожи при COVID-19 было опубликовано итальянским дерматологом Рекалкарти. И в этом исследовании достаточно небольшом, но было сообщено о том, что у 20% больных COVID-19 наблюдаются высыпания на коже. При этом у 8 пациентов кожный процесс манифестировал в самом начале заболевания. Авторы выделили эритоматозные элементы, распространенные уртикарии, визикулярную сыпь, имитирующую ветряную оспу. Высыпания локализовались преимущественно на коже груди, зуд был выражен слабо или отсутствовал. Тайваньские исследователи наблюдали 148 пациентов. Основной задачей авторы считали дифференциальную диагностику поражения кожи при COVID-19 от других инфекционных экзантем, а также от целого ряда других дерматозов. Заведомо были исключены из исследования те пациенты, которые принимали какие-то лекарственные препараты, с тем, чтобы не включать группу токсидермии. Среди кожных проявлений эти авторы также выделили у 20% пациентов эритоматозную сыпь, диффузную крапивницу, визикулезное высыпание, аналогичное таковым при ветряной оспе. И, безусловно, авторы предложили проводить оценку вирусной нагрузки и корреляции с появлением кожных симптомов. По данным китайских специалистов, собственно, это и есть тот самый Ухань, у небольшого количества пациентов наблюдались кожные высыпания, всего лишь 0,2%. В этом исследовании, собственно, отсутствует детальное описание симптомов поражения кожи и их критерии, диагностики. Но, несомненно, что по мере подключения врачей и дерматовенерологов будет развиваться и будет дополняться эта информация, что мы, собственно, и видим сегодня по данным научной литературы. По мнению испанского дерматолога Эстебанос и соавторов, одним из первых симптомов тяжелого течения COVID-19 могут быть эритема и крапивница. Однако авторы не уточняют, являются ли данные симптомы поражения кожи первичными или они индуцированы лекарственными препаратами и представляют собой проявление токсидермии. Вместе с тем имеются данные о первичной кожной манифестации COVID-19 в виде петахиальной сыпи и острого геморрагического отека. В своей работе профессор Потикаев анализировал накапливающуюся в литературе описание клинических наблюдений кожных сыпей при COVID-19, а также собственный опыт, который получен в России. И на сегодняшний день многообразие наблюдаемых дерматозов и кожных сыпей Николай Николаевич предлагает разделить на 7 групп в зависимости от их этиологии и механизмов развития. Это ангииты кожи, пополовезикулезное высыпание, пополосквамозное сыпи и розовый лишай-жибера, кореподобное сыпи, токсидермии, крапивница и артифициальное поражение в виде трофических изменений тканей лица. Данная публикация доступна в интернете. Первая группа ангитов кожи, как известно, характеризуется клиническими признаками поражение дермогиподермальных кровеносных сосудов разного калибра. Патогенез в большинстве случаев иммунокомплексный. Высыпания располагаются обычно на коже нижних конечностей, голенях, бедрах, стопах, реженых ягодицах, предплечьях, кистях. В тяжелых случаях возможно универсальное распространение сыпи. При COVID-инфекции ангииты кожи обусловлены непосредственно коронавирусной инфекцией, на фоне которой происходит поражение стенок мелких сосудов, дермы, циркулирующими иммунными комплексами в виде депозитов с инфекционными вирусными антигенами. К особым формам, ассоциированным с COVID-19 инфекцией, относят акроваскулиты. Предварительный анализ анамнеза и динамики клинической картины кожного патологического процесса позволяет предположить, что в отличие от классического течения, при COVID-19 инфекции у пациентов отмечается острое начало ангиитов кожи с неуклонным прогрессированием и определенной корреляцией с тяжестью основного заболевания. Российские авторы наблюдали следующие варианты ангиитов кожи. Папулонекротический ангиит кожи, пигментную пурпуру, полиморфный дермальный ангиит, геморрагический ангиит, леведоангииты. Акцентировали внимание, что ангииты могут быть пятнистыми и уртикарными. Авторы наблюдали папулонекротический ангиит кожи у 92-летнего пациента с папулонекротическим ангиитом. Папулезные и папулопустулезные элементы появились у пациентки при поступлении в стационар по поводу развившейся вирусной пневмонии. У 80-летнего пациента с 40-процентным поражением легких на 11-й день нахождения в стационаре возникла петхиальная сыпь в области голени. Также приведены сведения о полиморфном дермальном ангиите у 59-летнего пациента, у которого на фоне резкого повышения температуры до 38-39 градусов была зарегистрирована кожная симптоматика. Также сообщается о полиморфном дермальном ангиите у 74-летнего пациента с локализацией процесса на голенях. Докладывалось и о геморрагическом ангиите у 80-летнего пациента мы видим, что в этих исследованиях достаточно много пожилых пациентов. У 80-летнего пациента с высыпаниями на кожу живота, кистей и нижних конечностей. Достаточно интересные данные обобщены профессором Потекаевым и сообщается исследование из Америки о леведоангиите нижних конечностей, и причем подчеркнута унилатеральная локализация у двух пациентов. Акровоскулиты. Как известно, подобная локализация сегодня очень широко обсуждается в мире. Многие авторы называют данный вид поражения псевдообморожением. И в данной публикации мы наблюдаем результат у 28-летней пациентки со сливными эритоматозно-желтоватыми папулами на правой и левой пятке. Через три дня наблюдались интенсивно зудящие эритоматозные плотные бляшки на левой и правой пятках, несмотря на достаточно активное лечение с использованием локальных кортикостероидов. В данной публикации приводится достаточно много наблюдений по акровоскулитам. В частности, отражены красно-пурпурные папулы на дарсальной стороне пальцев с двусторонней локализацией у 27-летней пациентки. Также доложены результаты наблюдения за 35-летней пациенткой с красно-фиолетовыми папулами на тыльной поверхности правого безымянного пальца. На данном слайде вы видите результаты итальянских и испанских исследователей с развитием акровоскулита в динамике, и мы видим тот самый геморрагический отек, который привел к деформации даже тканей на пальцах стоп. Это собственное наблюдение профессора Потикаева. Акрадерматит в виде псевдообморожения у 63-летнего пациента. Вторая группа – это папуловизикулезные высыпания по типу мелиарии и или икридной потницы возникают на фоне субфибрилитета с многодневным повышением потоотделения у пациентов. В отличие от классического течения мелиарии, характеризуется обширностью поражений кожных покровов. В частности, приведены данные доктора Марзана и соавторов из различных городов Италии на основании наблюдения за 22 пациентами с коронавирусной инфекцией. Эти данные представлены перед вами в виде клинической симптоматики на коже туловища и патогистологической картины высыпаний. Также мы наблюдаем популезную и папуловизикулезную сыпь у 71-летнего пациента на спине и боковой поверхности туловища. Пациента наблюдал профессор Потикаев с авторами. Обращено внимание на возможность достаточно неширокого распространения популезной и папуловизикулезной сыпи на примере 46-летней пациентки. Причем вот эта локализация и характер клинических поражений требуют дифференциальной диагностики с малосцезия фолликулитами. Третья группа – это папулосквамозные сыпи и, собственно, сыпи, напоминающие розовый лишай жибера. Они представляют собой инфекционно-аллергические поражения кожи. Клинической особенностью розового лишая при коронавирусной инфекции является отсутствие материнской бляшки, которую мы, как правило, пытаемся найти у наших пациентов. По мнению французских специалистов, большинство пациентов с тяжелыми случаями COVID-19 демонстрируют высокий уровень провоспалительных цитокинов и связанных с инфекцией биомаркеров, а кожные симптомы могут быть вторичным результатом иммунного ответа организма человека против вируса. И благодаря этому мы наблюдаем вот эту характерную клиническую картину. Четвертая группа – кореподобные сыпи. Напоминают по своим клиническим характеристикам высыпания, возникающие при коре. Исследования американских авторов показывают возможность достаточно широкого распространения кореподобной сыпи, манифестирующей с лихорадкой на коже туловища и конечности, исключая лицо. Группа французских исследователей приводит описание манифестации инфекции у 39-летнего пациента в ходе единственного клинического симптома – фибрильной сыпи. Испанские специалисты описывают возникновение кореподобной сыпи у 32-летней пациентки с COVID-19 на шестой день от начала заболевания с классическими типичными симптомами лихорадки, сухого кашля, миалгии и астении. Профессор Потикаев тоже наблюдал пациентку с распространенной кореподобной макулопопулезной сыпью у 53-летней пациентки. Группа токсидермии достаточно загадочна, напрямую не связана с коронавирусной инфекцией и, как правило, является следствием индивидуальной непереносимости пациентам определенных лекарственных препаратов. По сравнению с антибактериальными и комбинированными противовирусными средствами считается, что гидроксихлорохин реже вызывает аллергические реакции со стороны кожи при лечении коронавирусной инфекции. Мы наблюдаем токсидермическую реакцию у 83-летней пациентки с элементами сыпи по типу многоморфной экстудативной эритемы. Также дискутируется возможность достаточно интересной паховой или подмышечной локализации пупурозных сыпей, которые авторы тоже связывают с возможным токсидермическим механизмом развития. В первую очередь, такие заявления делаются потому, что сыпи достаточно быстро и хорошо реагируют на кортикостероидную терапию. Крапивница. В зависимости от своего происхождения, заболевание может иметь двоякий характер. С одной стороны, это предвестники начала ковид, либо возникают вместе с ее первыми симптомами. С другой стороны, крапивница нередко развивается вследствие лекарственной непереносимости, как вариант токсидермии. И интересное наблюдение российских авторов – это классификация артифициальных поражений и трофических изменений ткани лица вследствие вынужденного длительного пребывания пациента в пронпозиции с целью улучшения дыхательной функции. Это может иметь риски осложнений, такие как застольные явления, вплоть до формирования пролежней. Ну вот так могут выглядеть эти клинические симптомы. Известная очень работа доктора Гальван Кассоса из Испании, цель работы – описать кожное проявление болезни COVID-19, связать их с другими клиническими данными. Собственно, это был общенациональный опрос, в результате которого описаны пять клинических моделей, описана связь этих паттернов с демографией, сроками, связанными с симптомами заболевания, и тяжестью, и прогнозом данной патологии. Ну, эти пять пунктов известны. Эритемоотек с некоторыми пузырьками или гненичками, как правило, асимметричны. Это визикулярное высыпание, уртикарное, макулопапулы, с перифолликулярным расположением и различной степенью дисквамации, а также ливеда или некрозы. Очень полезно то, что авторы оценили в процентном отношении, как часто встречаются подобные высыпания. И надо отметить, что в качестве приложения в интернете доступен атлас, очень достаточно наглядный и хороший атлас всех этих пяти групп. Визикулярная сыпь, уртикарная сыпь, подтвержденные случаи, надо отметить, что там есть и подозрительные случаи, макулопопулезная сыпь, ливеда или некроз тканей, подтвержденные случаи. Ну и, наконец, третья публикация из Германии, Турции, Великобритании, Румынии, Италии, где авторы также выделили кожные признаки болезни, распределили их по группам. И надо отметить, что тут тоже добавились интересные моменты, ну, например, в частности, андрогенная лапеция, о которой никто изначально не говорил. Выводы данной публикации следующие. Кожное проявление пандемии COVID-19 привлекает все больше внимания, поскольку ему будет полезны при ранней диагностике, сортировке пациентов и стратификации риска. Подобные псевдообморожения макральные высыпания и похожие на многоформную оксидативную ритему поражения были связаны с детьми и молодыми взрослыми пациентами, которые либо не имеют симптомов, либо развивают легкое заболевание. В отличие от этого, у взрослых пациентов с более тяжелым течением часто наблюдаются акро- и шимические поражения, и макулопопулезная сыпь. Крапивница с гипертермией имеет диагностическое значение, так как эта комбинация является ранним признаком, не подтвержденной иным образом инфекции SARS-CoV-2. Безусловно, тщательная регистрация возможных кожных проявлений является оправданной и необходимой. И завершая свое выступление, я хочу показать наш опыт. Это семья. 33 лет, два пациента, это мужчина и женщина. У мужа методом ПЦР подтверждена COVID-19 инфекция. Была двусторонняя интерстициальная вирусная пневмония средней степени тяжести с кожными проявлениями по типу острой крапивницы. И заметьте, что сыпь появилась примерно на 5-6 день от начала лечения. спустя еще неделю пациент стал негативным в отношении ПЦР. У его жены все было значительно проще. Казалось бы, не было никакой другой клинической симптоматики, только кожные проявления, которые предшествовали появлению положительного результата ПЦР. Но заметьте, мы отметили, пока еще не отмеченную в литературе форму, возможно, наряду с псевдообморожением у пациентки было на одной руке клиническая картина острой узловатой эритемы. Но по своей сути это тоже воскулит ангиит. Возможно, в последующем другие авторы заметят более широкое распространение этого клинического симптома. Надеюсь, общими стараниями мы победим эту пандемию.